вот тут друзья начинается туристическая улица рамбо и там рынок который нам советовали посетить а здесь что а это центральная площадь точка колонии центральная площадь города вот так вот так мы идем на рамбо пошли автобусы двухэтажные на туристические понятно здесь друзья на каталанском языке больше говорят чем на испанском поэтому если вы учили учили испанский думаю сейчас приду попрактикуюсь выяснить что надо было каталанский учить полицейские шапки как у таксистов такие у них да но написано полиции надо доверять надписи так место туристическое народу много цвета вот если бы тебя сюда так вот ты закрыла бы глаза где-нибудь в америке потом открыла бы и вот тут оказалось ты бы сказал что ты в европе или ты бы подумал еще непонятно где европейская до ну пока видите первый день первый раз первый выход в люди четыре часа по местному времени а у нас ты представляете это сейчас утро ранее по калифорнийскому то но мы уже все мы уже по местному первый сувенирный варёк который нам тут попался и вот друзья мы смотрим какие нынче сувениры ну вот да те же самые бейсболки шарфики футбольные крошки это очень очень похоже ну кроме шарфиков футбольных очень похожи на такие обычные наши американские сувениры бейсболок много красиво все замечательно вот там красиво тогда видите улочка уходит такой дом углом стоит поскольку мы со светланой бывали ну в каком-то количестве европейских стран то конечно что происходит на разных уголках вдруг возникают ассоциации с другими городами вот на одном углу смотришь ой там это вот так вот такой уголок был в милане а на другом углу смотришь там какое-то мюнхен там так как-то присутствует такое памяти всплываешь точно кепки как мы купили да 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 и кепка с надписью барселона слева такая розовая такую на карибских островах вот с этим же самым узором покупали все правда а тут магнитики где-то они все скучные штаны да 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 пепельница мы не курим вот они друзья со спущенными штанами сидят это на путина похоже пути в меркель все со спущенными штанами это хорошо а это что такая вот местная специфика до этого то что я как раз рассказываю светлане что в принципе это все отсылка у день что если вы пойдете в парк гуэль когда гулять увидите что его это его стилистика и поскольку это имя известное которое делает барселоне очень много денег соответственно она перекочевала на да приятно приятно мы уже или так давно не видели цыган которая просит подаяния как немножко необычно часто сказать так тут какие-то вкусности такие я боюсь небезопасные да ты здесь вкусности вот в городе местами то много народу то мало но вдруг кажется что пришел куда-то 10 не будет чтоб людей и потом раз и снова набегают вот такие видите там галереи целые торговые просто себе ходит это такая местная союз печать то есть тут много журналов и зувенир очки тоже заодно это баптистская церковь это баптистская церковь а что это жилые дома да вот там люди у них окна какие-то жилые какие-то офисные что вот это желтая это люди поддерживают независимость каталунии и вешают желтую петличку либо флаг либо желтая петличка окей но у них нет такого чтобы они там морду друг другу били на политической основе нет нет они очень скажем так только-только разговаривают так вот нам рассказывали что тут умер запретили ну то есть его периодически запрещают вот сейчас запрещенный что такси бизнес не нарушал его и в америке многие хотят запретить но пока вот у них не получается красиво